А это около 8800-8500 долларов. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и меня спрашивают, Ди, почему у тебя такой веселый голос, почему ты не грустишь, криптовалюта упала, биткоин рухнул. Ну, во-первых, друзья, я уже и не такое видел на самом-то деле, а во-вторых, в сегодняшнем видео я покажу вам, почему я не особо парюсь с падением биткоина, и почему это падение вообще можно рассматривать как бычий сигнал. Это, конечно, взрыв башки, но вы поймете, о чем я говорю, когда посмотрите это видео до конца. А также, если у вас есть друзья или знакомые, которые сейчас в панике считают свои потери и убытки, скиньте им это видео, пускай хотя бы чуть-чуть успокоятся. Не будем тянуть кота за хвост, поехали сразу к контенту. Новый и второй золотой крест вот-вот нарисуется на биткоине. Мы поговорим о главных последствиях этого для краткого и среднего срока. У нас уже был такой крест в апреле, но этот может быть даже более важным и значительным для цены. Поэтому досмотрите это видео до конца и поставьте ему лайк, потому что оно очень важное для тех, у кого есть биткоин. Устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Итак, как уже было сказано, у нас уже был золотой крест где-то вот здесь в апреле на дневных свечах. Но я хочу поговорить о втором золотом кресте, чье влияние на цену может оказаться еще более сумасшедшим. И это при том, что первый и так был бешеным. Прежде всего, давайте посмотрим на это на дневных свечах. Итак, здесь у нас был золотой крест. Мы все это помним, а после этого индикатора большинство трейдеров сказали, да, это бычий рынок. Но заметьте, цена не достигала ни разу этой линии поддержки 50-дневной среднескользящей. Мы еще поговорим об этом попозже. У нас был золотой крест также вот здесь, когда все сказали, да, это начало медвежьего рынка. Но если мы вернемся назад, я не понимаю, почему об этом никто не говорит. Но тем не менее, золотой крест на дневных свечах давал нам несколько ложных сигналов. Как, например, здесь. Потом мы видели второй золотой крест после этого. Также и здесь был ложный сигнал золотого креста, после которого следовал второй вот здесь. Точно так же 50-дневная скользящая не работала как поддержка. Я о том, что цена даже не коснулась ее вот здесь, ну а затем она вообще шла ниже этой линии. Короче, это был не совсем надежный индикатор. Что же мы делаем теперь? Это переключаемся на трехдневные свечи. Мы говорили уже, что мало кто на это обращает внимание. Но профессиональные трейдеры-инсайдеры наблюдают за этим. Поэтому мы тоже должны следить. Мы должны комбинировать и дневные золотые кресты и трехдневные. Потому что по отдельности они не дают вам идеального временного понимания, когда начинаются бычьи или медвежьи рынки. Но вместе они представляются очень важным индикатором. Например, когда мы видим вот такой крест смерти, это явный индикатор прорыва цены вниз. Как вот здесь и было. Теперь, если мы вернемся назад к предыдущим бычьему и медвежьему рынкам, то мы увидим, что также не было никаких ложных сигналов. Не тут, не тут. Как только цена биткоина пошла вверх еще до того, как встретилась 200-дневная скользящая, и как только образовался золотой крест на трехдневных свечах, мы видим, что 50-дневная скользящая стала значительной поддержкой. И больше никогда за этот период свечи не закрывались ниже 50-дневной скользящей. Это можно было увидеть на протяжении всего бычьего рынка. Это была самая сильная линия поддержки. Теперь мы снова смотрим на этот идентичный золотой крест на трехдневках. Мы наблюдаем за 50-дневной скользящей, которая вот-вот пересечет 200-дневную. И это случится, если ничего кардинального не произойдет уже в конце июля или начале августа. Мы уже видели, что происходило в такие моменты в прошлом. Цена биткоина возвращалась обратно к 200-дневной скользящей. А это около 8800-8500 долларов. Конечно, цифры не точные, но мы должны быть к ним готовыми. Как ни странно, этот возврат и будет бычьим сигналом. На основе нашего анализа мы можем предполагать, что это скользящее может действовать как значительная поддержка на протяжении всего бычьего рынка. А это значит, что очень скоро биткоин может показать новый исторический пик. Так что, друзья, приготовьтесь такое увидеть. А также пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ну а меня зовут Богатейший Ди. Я надеюсь, я вам поднял настроение в это трудное время, потому что мне действительно приятно это делать. Ну и как обычно, моя коронная скороговорка. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Как же мне нравится записывать видосы, вы бы знали. Завтра увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok